Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились. И все работы тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница. Я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне приниматься. То, я хотел с этой стороной, чтобы не спать поначалу, наблюдать в телескоп далекие звезды. А то, я начала стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять на капитанском мостике, раздвинув ноги и посидеть в далекий Сингапур. И купить там себе забавную обезьяну. А то, я хотела превратиться в машинистом метро или начальника станции. Ходить в красном мурашке и кричать толстым голосом. Готов! А то, мне, Господи, хотелось стать таким художником, который будет рисовать кисточек в белые полоски на асфальте для мчащихся машин. А на другой день мне уже приспичило стать боксером, потому что по телевизору я увидел чемпионат Европы по боксу. Как они молотили друг друга! Просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку. Только теперь они уже молотили не друг друга, а тяжелую боксерскую игрушку, чтобы развивать в себе силу удара. И я так насмотрелся на все это, что решил для себя, я стану боксером и буду самым сильным человеком во дворе и буду всех побивать. В случае чего? Я сказал папе, папа, купи мне грушу. Сейчас не двай, груш нет, съешь пока морковь. Да нет, папа, не такую грушу, купи наверное кожу, боксерную. Грушу, а тебе зачем? Как здесь еще тренироваться? Вообще-то буду самым сильным человеком во дворе и буду всех побивать. Купи! Ну сколько же стоит такая груша? Там пустяки, да тысячи, пять, шесть. Ты спятил, братец. Черепись и как-нибудь без груши, ничего с тобой не случится. На, поедешь. И он заделся и пошел на работу. Ты спи, а ты не случится, чтобы не случится. Но мама, мама сразу же заметила, что я обиделся и тот час сказала. Погоди-ка одну секундочку, я кажется, что-то придумала. Вот, это тот сам, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. Вот, держи, прижарусь и на здоровье. Ничего себе, как мама здорово придумала. И я устроил мешку поудобнее, чтобы мне было с подручей тренировать в него силу удара. И тут только я потянулся за боксерскими крючатками, как я вспомнился. И тут же не петь. Я ему написала булочка в руках детства. Я с ним делал все. Я с ним гулял. Рассказал Марино, ему на ушках разные сказки, когда мне было грустно. А теперь посиди и смотри на меня в своих разноцветленных глазах. А я собираюсь на кровати, чтобы он удара. Сынок, что с тобой? Да вот он. Чего? Просто я тут подумаю, что я никогда не буду, но все равно. Спасибо.